Я хочу благодарить ОГИ Комитета и для меня большая честь участвовать в этой конференции. Я никогда не был в Петербурге, только в Ленинграде, много лет тому назад. И я хочу вам показать наш доклад, название «Дар Менделеева образованию и меня». И это совместный доклад, это производство моего и тоже моего коллега Брейди Харрон, который очень талантливый видеожурналист. И цель лекции – это вам показать, что гениальность Менделеева заключалась в создании чего-то, что каждый может использовать в качестве очень гибкой основы для выражения своих химических идей. И я это сделаю с помощью небольшой экскурсии по своему кабинете. И вот здесь вход моего, своего кабинета, и сам кабинет второй комнаты. И там на стене эта картина, это где жил мой папа до революции. Он жил на Манежной площади в Москве. У деда была квартира на так называемом белой этаже этого здания. Потом, после революции, это стал прием Калинина. И здесь, в Петербурге, на английской набережной, дом 12, там жил двородный брат моего прадеда. И эта картина не весит у меня вот до 12. Это пока не в моем кабинете, потому что я только же снимал эту фотографию вчера. Ну, на полке, в кабинете, вспоминания папы и по-английски, и по-русски. И тоже на полке это советская почтовая марка, которая была издана для 100-летнего юбилея таблицы Менделеева. И можно видеть вот эту таблицу внизу в ресторане. Там есть картина. И около моего стола весит вот эта картина. Это самая древняя таблица Менделеева, которую было возможно купить. И это был... нашли вот эту таблицу два года тому назад в Шотландии в университете Сент-Андрюс. И можно знать, когда это было печатано, это австрийская таблица. Но вы видите, что там название Менделеева. И уже открылись Сканди и Галии. Но Германия, которую открыли в 1886 году, там нету. Или в 1887 году. И поэтому мы думаем, что это было печатано в 1885 году. И даже в архиве в Шотландии нашли счет для покупки. Это таблица. Стоило 6 марков немецких. И на стене у меня тоже висит эта современная русская таблица Менделеева. И вы видите, что форма, это похоже на старую таблицу Менделеева. И я спросил, зачем вы употребляете такую форму? Мне сказали, что можно сохранить бумагу. И это дешевле печатать. И вот это моя первая книга по неогонической химии. И мне было 13 лет, когда я получил вот эту книгу. И это для меня удивительно, что там нет таблицы Менделеева. И поэтому мои родители купили для меня таблицу Менделеева. Даже они купили две. Была такая большая, синяя. И которая весила у меня в спальне. Но, к сожалению, это исчезло. Но у меня вот этот маленький вариант, и что весит у меня в бюро. И вы видите, что это совсем похоже на современный. Единственный момент, что символ аргона, это без буквы R. И до этого времени открыли или синтезировали 17 элементов. Это значит, что в моем научной жизни приблизительно каждые 4 года было открытие одного нового элемента. И вот у окна, на полке, там вот это пазл. Это пазл. И для меня это немного забавно, что можно создать целое вселение из 92 частиц. Но чтобы делать таблицу Менделеева, вам нужно тысячи частей. И вот это очень интересная таблица Менделеева, который создал Европейское химическое общество для Международного года Менделеева. И мой друг Дэвид Калл Хамилтон был председателем, и он выдумал эту идею. Это немного странно, но там вам, я забыл, как по-русски, что величины элементов покажут на логаритмическом масштабе, сколько этих элементов в нашем мире, на нашем планете. И вы видите, что зеленый элемент значит, что у нас большой запас. Если это красный, это значит, что у нас больше, скоро у нас больше не будет. И тоже там написано, со символом мобильного телефона, столько элементов находится в современной мобильной телефоне. И я не знаю, если кто-то здесь, у него нет мобильного телефона, но у каждого мобильного телефона по крайней мере 31 элемент. И для дорогих, самый дорогой телефон, дешевле больше. По сравнению, в моем теле только 22 элемента. Это значит, с точки зрения элементов, мой телефон более интересен, чем я. Но единственная проблема, что эта таблица не покажет, есть ли элемент газ, металл или жидкости. И для этого надо посмотреть мои галстуки, которые весят в кабинете. И один галстук здесь направо, по-китайски. Это очень важно, потому что, может быть, вам знакомо, что иероглифы по-китайски состоят из нескольких, так называемых, радикалов. И у всех газ есть такой же красный радикал, у металлов такие зеленые, и у твердого тела, которое не металлическое, вот этот желтый. И сразу можно видеть, что какие элементы газа, и вот здесь металл, и твердый металл. Я думаю, что по-китайски в это время не было радикалов для полупроводники, но вы имеете идею. Поэтому я разговаривал с Дэвидом Коулл-Хамилтоном, и он для меня особенно создал китайский вариант его таблицы Менделеева. И вот это китайский вариант. И то, что интересно, можно сразу видеть, что пять из самых распределенных элементов, они все газы. И я думаю, что это на свете. Конечно, в космосе все, там большинство водорода, но я считаю, что это очень интересно, что большинство самые простые элементы газа. Ну, это современная таблица Менделеева. Это был подарок, бесплатный подарок от Королевско-химического общества в январе. И вы видите, это очень красиво. Но там, по-моему, одна проблема, что это дает впечатление, что таблица Менделеева кончена. Нет мест для новых элементов, которые скоро синтезирует команда в Дубне. И чтобы видеть место, свободное место, есть вариант, который изобрел британский химик С. Чарльз Джанетт. И вы видите, что здесь, направо, есть место для новых элементов. У меня в кабинете нет места для такой таблицы, но у меня другой вариант. Это веер, который мне подарил очень интересный учитель в школе в Японии на Гаясу науа. И он мне подарил вот это веер. И там, направо, есть место для новых элементов. И вы все знают, что для таблицы Менделеева то, что важно, это атомное число. Но большинство химиков, включая я, не знают из головы атомное число, например, сума или, может быть, даже натрий. И на Гаясу изобрел очень интересные часы. И вы видите, вот, часы, и это употребляет возможность для всех врослых или, может быть, старых людей читать часы очень аккуратно. Тогда вы видите, что налево, для вас направо натрий это 11 минут, это значит, что атомное число натрия это 11, и лютесии это 11 плюс 60, это значит, что 71 элемент. И на левой стороне вы видите сиома, это 51 элемент, и рентгене, я думаю, что это для англичанина произношение рентгене очень трудно, я думаю, что это плохое название, и это вина юпака, и рентгене это 111 элемент, это значит 51 плюс 60. и потом у меня несколько как-то более забавные таблицы Менделеева, например, здесь это австралийская таблица, которая была сделана для международный год химии в 2011 году, и они в австралии художники рисовали для каждого элемента их идеи, и я заметил, что здесь тоже есть какой-то пример, и мне подарили вот 31 элемент галлии, и там вы может быть вам много много от вас знают, что галлия там игра слов, потому что название галлия от Франции по-латински галлии, и но тот, кто открыл открыл галлия, его звали Лекок, по-французски петух, и поэтому это на несколько уровень игра слов, я не знаю, почему там радиоактивный символ, может быть это художник не понял химии, или может быть я не понял причин, и вот на стене периодически таблица овощей, и это совсем бесполезно, потому что там нет причин, почему, потому что например полония называется там катушка, кроме по-английски катушка potato и звук potato и полония немножко похожи, но я думаю, что хорошо выглядит, и это хорошо, потому что мои студенты совсем не понимают, зачем это там, и там и вот на полке это небольшой ящик, и там внутри один из моих волос, и как вам уже рассказал Юрий Целакович, там было написано таблице Менделеева на поверхности волосы, и это была самая маленькая таблица Менделеева в мире, и в 2012 году это была книга рекордов Дениса, и вы видите там, и в маке приехал к нам Юрий Целакович, и вот он сидит у меня в кабинете, он держит самую маленькую таблицу Менделеева в руке, но с моим точкой зрения, два часа после этого фотография мой коллега Андрей Хлобестов ему подарил вот эта штука, и там написано таблице Менделеева один порядок меньше, чем моя, но у нас теперь конкуренция, я хочу писать даже более маленькую таблицу на мои волосы, тогда я думаю, что скоро будет еще меньше, и тоже у меня эта книга итальянской, итальянского автора Прима Леви, может быть, вы не знаете, что он родился сто лет тому назад, тогда в этом году, это тоже его юбилей, и он, по-моему, поэт химии, он единственный человек, который описал радость химии, он не описал новые открытия, или что-то, но он описал радость обычных химиков, когда они работают, они делают фильтрацию, осаждение, дистилляцию, и я думаю, что это очень важно, потому что вы видели, в открытии было такое очень красивое видео, что химия очень красивая, и надо быть, для нас это честь, употреблять такие красивые науки, и как рассказал академик Алдошин, несколько лет тому назад я и мои коллеги, мы работали с видеожурналистом Брейди Харрен, и в течение 5 недель мы создали целую таблицу Менделеева по видео, это значит, мы записали 120 видео, один видео для каждого элемента, и введения, и тоже короткое общее видео, и теперь после 11 лет мы продолжаем и мы еще делаем видео, и если вам не знакомы, у вас наш веб-сайт, вы видите здесь наша команда, и особенно наш лаборант Нил, который делает большинство опытов, и нажимайте на любую кнопку, и у вас будет, например, водород, там будет видео о водороде, и как вам рассказал, у нас теперь больше, чем 210 миллионов зрителей или просмотров по Ютьюбе, и мы теперь до степы снимали 655 видео, и я надеюсь, что мы продолжаем, и это для меня дал очень хорошие возможности для меня, например, я посетил много мест, где открыли элементы, например, в Казани я видел образец Клаус, который открыл Рутени, и он написал, я новое тело назвал в честь моего отчества Рутени в переводе с латинско-российским, и вот это образец, и я держал этот образец в своем руке, и для меня это была большая честь, и, конечно, я встретил супергероя таблицы Менелев, например, Юрий Цалакович, и вот здесь я, Юрий Цалакович и Брейди Харрен в кабинете Флюрова в Дубне, и у меня в бюро чашка сувенир из Дубной, и то, что удивительно, что каждый месяц может быть один молодой человек придет к нам посмотреть, где мы записаем видео. Вот здесь один молодой американец Эй Джей, и он приехал к нам после моего дня рождения, и его родители летели из Соединенных Штатов, у них была пересадка в Лондоне, и у них было 12 часов, они быстро ехали в Нотингеме, нам подарили вот эту таблицу Менделеев, потом они вернулись и продолжали путешествие в Индию. И вот это моя коллега Деби Кейс, и то, что интересно, у меня нет показателей, что в углах там написано, здесь нужно положить гвоздей, чтобы здесь весить эту таблицу. Ну, теперь я хочу вам показать небольшое видео, которое создал Брэдди Харрен, чтобы показать вам, как через наши глаза развитие сверх тяжелых элементов в течение последних 10 лет. пожалуйста, видео. Этот элемент уникальный в Периодике потому что он никогда не наблюдал в любом форме так что в пляже это это после всего что Менделеев в Периодике он смотрел где там были в Периодике где он считал что там были элементы и он предполагал свои правила если вы очень счастливы little bits fall off one particle after another я думаю что кто-то сделает элементы 118 очень скоро в Руссии в Дорогнаде очень интересная новость успехов сделать новый элемент самое интересное новость об этом периодике что произошло с этим видео так как мы знаем это они еще не проверили эти имена но они сказали что это эти имена которые мы считаем это направлено в центре церковь это как что-то новое 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 Московия, Теннессия и Ганессон. Но, конечно, люди очень passionately о немах. Один имя был русский, а другой имя был американец. Теперь, что важная вопрос, что люди всегда задают, что на самом деле это путь, чтобы создать элементы вот так? Мы производим маленький ликвид, радиоактивный ликвид, который будет тестировать теории и так далее, которые действительно двигают science forward. Три атома из этих элементов. Возвращение каек и шампанье, и это было очень хорошо. Он был пионер, и очень долгосрочный исследователь в Дубна. Это очень нескольких, что это произойдет снова. И теперь я хочу вернуться. в свой кабинет и сказать, что вы видите, в середине большие часы, и у Юрия Целаковича нет таких часов. Поэтому Нагаясу Нагауа мне послал из Японии часы, чтобы дать Юрию Целаковичу. Пожалуйста, Юрий. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот для вас часы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...